Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Компания Oxitec сообщила, что выпустила генно-модифицированных желтолихорадочных комаров, Aedes aegypti. А, aegypti может переносить такие заболевания, как вирус Zika, а также динге, чекунгуния и желтая лихорадка. Выпуск модифицированных комаров дает возможность контролировать популяцию без использования пестицидов. Биологи рассчитывают, что на острове Флорида-Кис популяция переносчиков болезней сократится как минимум на 90%, все модифицированные комары Oxitec – мужские особи. В их организм добавлен специальный генерал. Вот как он работает, когда модифицированные вредители спариваются с дикими самками комаров, смертельный ген передается их потомству. Хотя ген не влияет на выживание самцов, он мешает самок вырабатывать необходимый белок и, таким образом, приводит к их смерти еще до достижения зрелости. Почему ген нацелен только на самок? Дело в том, что только они кусают людей, самцы москитов питаются исключительно нектаром. Поэтому модифицированные комары и их выжившие потомки мужского пола не могут передавать болезни человеку, а айджипти составляют всего 4% от комаров Флорида-Кис. Проблема в том, что они вызывают подавляющее большинство болезней, переносимых москитами и передаваемых людям в этом районе, сообщает Nature. Совет по борьбе с комарами Флорида-Кис, FKMCD, обычно выделяет 1 миллион долларов США в год на борьбу с вредителями, прибегая к дорогостоящим мерам. В частности, используется распыление инсектицидов, передает Джизмода, читать далее создана первая точная карта мира. Что не так со всеми остальными, Илон Маск, первые туристы на Марс погибнут ученые провели крупнейшее генетическое исследование сверхдолгожителей.